Сегодня нам предоставлена величайшая возможность побывать на фермерском хозяйстве в Италии в семье Меландри, которые знаменитым своим хозяйством вот уже на протяжении двух поколений, которые продолжают садить как персики, яблоки, груши, априкосы, черешни, ну и конечно же виноград. Сегодня у нас предоставлена величайшая возможность побывать на обрезке персиков. В данном случае мы рассмотрим посадку шпалерную. На территории Италии более всего распространена именно такая посадка, так как она экономит время и позволяет разместить как можно большее количество саженцев на 1 гектаре. Сразу хочу отметить, что не все сорта проходят одинаковую обрезку. Все это очень индивидуально. И зависит не только от подвоя, а также от самого сока, насколько он вегетативен. Еще это зависит от погодных условий, насколько нам позволяют. В этом году год очень холодный. Напоминаю, что у нас март месяц, и цвести только начинают, хотя в обычные года они уже цветают в этот период. Поэтому мы оставляем немного больше обычного. Из расчета, если вдруг будет холода, то у нас останется хоть какой-то урожай. А если все-таки холодов не будет, то нам придется и будет пролететь. Поэтому в дальнейшем мы обязательно это посмотрим. Какой-то сорт у нас? Royal Gym. Royal Gym. Сажен с нам сколько лет? 8 лет. 8 лет. Вот они посажены на шпалере. Достигают ростом примерно... побольше, наверное. 6,5-6, наверное. Да? Ну да, где-то так, где-то 8 лет. Обрезку наверху, макушку делаем как звезду. Убираем старые ветки, оставляем молодые побеги. Чтобы они плодоносить, начинают с макушки. И урожай, соответственно, спускается по мере попадания солнца. То есть первые плоды появятся, спелые, с макушки. И потом, понемногу опускаясь, доходят до низа. Примерно в три этапа будет выбран урожай. Сейчас мы делаем обрезку. И немного оставляем более обычного. Потому что у нас погода не позволяет в этом году. В 18-й год я в 22 марта. Еще предварительно могут быть холода. Вот это надо убирать, потому что это неправильная была обрезка с осенью. Ой, с прошлого года. Она стала бесконечной. Побеги, идущие вверх, мы стараемся убрать, чтобы они не конкурировали с основным клалом дерева. Правильно я понимаю? Вот эту пружину убираем, чтобы оставлять. Вот эту. И вот эту можем оставлять центральную вот так. Центральную мы обрезали и оставили по побегу. Нижние, которые сильно длинные ветки, обрезаем. Потому что они, когда уже перчик крупный, он потом идет к земле. Потом узнать, что земля будет касаться земли, если мы оставим низкие. Правильно, Копейка? Останется нижние ветки их вообще обрезать. Вот которые вот отсюда, и нижние полностью обрезать. Потому что когда будут плоды, они будут отвисать и касаться земли. А это нам не надо. Правильно? Они потом эти методы. Обрезаем, потому что даем место от этого дерева, чтобы солнце получалось слева и справа. Обрезаем место для света, чтобы солнце получилось равномерно с обеих сторон. То есть мы формируем так, чтобы было равномерное попадание солнца, неабходимое для созревания плодов. Друг против друга, потому что они сильно близко расположены. Они должны вот так вот сюда. Раз, два, три. Видишь, в разные стороны вот так. Солнце, когда днем солнце выходит, оно получается все ветки равномерно. Сильно длинные нельзя оставлять вот эти большие ветки, потому что они потом, сила уходит в самом дереве. А если хотим получить хороший урожай, мы должны, чем короче, чем короче ветка, тем лучше для... Тем крупнее будет персики, а, понятно, тем больше оно будет брать для плода силу, так? И не будет тратить силу на... силу на... силу на формирование и на рост ветки, правильно. Будет отдавать все плодам. Ага, поняла. Я скажу, и им делаешь коронку, видишь, чтобы они равномерно получали все, так, слева и справа, вот так вот так. Который сильно много веток вот между ними очищает, немножко вот так. Даже вот это можно убирать, вот так, кончается раз, два, три. Вот эти потом надо обрезать, вот эти, они не нужны. Это как дичь, что получается, они сила, они летом потом будут, вот эта ветка будет такая толстая, вот эта сила уходит в этим. Нам это не надо. Забирает молодые побеги, вот эти, желательно. Забирает силу, она молодая и тянет все на себя. Она потом становится толстой и не тяжело ее обрезать. Да, и с одной стороны тут получается солнце подходит еще с той стороны, потому что когда утром солнце, когда выходит, то сразу занимает, получается, полдня. И она всю сторону дает. Так, как у нее цветов нет, то мы их вставляем тут, вот эта, что она будет лечить, потому что когда на тракторе собирать, это не урожай, чтобы не мешало. Ага, когда будет уборка, она будет мешать, она длинная, но мы все-таки ее оставим, да? Вот, знаете, укоротим, чтобы было равномерное попадание с полом, конкурирующие параллельно с полом мы тоже их убираем. Формируем так, чтобы ветки открывали пол для равномерного попадания солнца. Так, как она у нас сильно низкая, ее, по сути, надо убирать. Так, как у нас тут получается пустота, мы можем их обрезать. Она не устанавливает, ее надо вообще-то убрать. Вот этот побег у нас, он неправильный, его нужно убрать. Ну, можно оставлять, чтобы хотя бы какие-то ферстики забирать, потому что на следующий год уже... Вот так организована обрезка. Здесь два человека, не хватает внизу одного человека, который проходить будет внизу обрезки. Таким образом, было бы все намного быстрее.